Мы обсуждаем на этой неделе ситуацию в прифронтовых регионах России, а именно Белгородскую область, и, возможно, также в оккупированных зонах, а именно Крым, по которым всё чаще наносятся удары со стороны ВСУ. Но меня интересует ситуация с точки зрения населения там и с точки зрения прав человека, которые существуют там. Потому что, например, в Белгородской области недавно губернатор объявил, что там действует жёлтый уровень террористической угрозы, также режим повышенной готовности к чрезвычайным ситуациям. Что всё это означает для жителей с точки зрения защиты или незащиты их прав? Ну, здесь очень сложно говорить о том, что происходит в этих регионах, потому что информация, которая поступает нам, она, как правило, поступает либо от официальных структур, которым не всегда можно доверять нас, вот так скажем мягко, либо она поступает на основе каких-то сообщений, которые трудно нам проверить, опять же. Поэтому здесь мы можем, мы также следим, естественно, за тем, что происходит, за тем, какие удары наносятся, и за теми несчастными случаями, которые происходили, когда боеприпасы нештатно сходили, как это называют в российских вооружённых силах. И это десятки случаев. Да, таких случаев очень много, и, к сожалению, их меньше не становится, и жертвы есть. И очень часто невозможно определить, по крайней мере, нет достаточных данных для того, чтобы понять вот то, что произошло, какой-то удар, какой-то взрыв, что это, кем это было запущено, какова была цель. Безусловно, главная задача государства в подобных ситуациях – это защищать людей, которые живут на этой территории, защищать их права. Прежде всего, когда мы говорим о войне, то это право на жизнь. И здесь я не готов давать, конечно, каких-то рекомендаций российским властям. По идее, у них должна быть самая точная информация. Но, безусловно, среди таких задач бывает эвакуация людей с тех территорий, которые подвергаются особой опасности. В России, слава богу, места много, и ресурсов тоже много, поэтому эвакуация не должна, по идее, составлять никаких проблем. И, насколько я понимаю, из некоторых частей этих регионов она произошла. Из района Белгородской области происходит эвакуация. Но, тем не менее, мы постоянно все равно видим сообщения о том, что там погибли люди, там ранены люди. То есть, эвакуация, понятно, она не может быть, невозможно эвакуировать всех вообще людей. Но, тем не менее, это одна из тех задач, которые должны стоять перед гражданскими властями. Перед военными властями всех воюющих сторон всегда стоят задачи, которые международное гуманитарное право сформулировало. Среди этих задач, самое первое, не наносить ударов, намеренных по гражданским объектам. К сожалению, мы это наблюдаем с российской стороны. Мы не можем исключать, что то же самое происходит с украинской стороны. Но пока мы не можем также об этом говорить. Нет таких данных. Но чаще, вот что мы видим, это не... Когда удары наносятся без должного внимания к тому, что могут пострадать гражданские лица. То есть, наносятся удары. И здесь я говорю, опять же, про эту войну в целом. Да, я не готов сейчас комментировать какие-то отдельные случаи. Но, тем не менее, много ситуаций, когда артиллерия, у которой достаточно низкая точность, или авиабомбы летят просто на здания, расположенные в густонаселённой местности. Естественно, у них может быть действительно какая-то есть военная цель. Возможно, они целятся вот по этому зданию, где по их информации, там, склад или воинская часть, или что-то ещё. Но там вокруг живут люди. И когда военные выбирают способ нанесения удара, они, конечно, должны иметь в виду то, что при этом могут пострадать люди, и должны минимизировать, насколько возможны эти последствия. И, к сожалению, мы видим, что по увеличивающимся, судя по всему, в последние месяцы количество жертв, по обе стороны границы, далеко не всегда это делается. Олег, но при этом есть, например, решение Международного уголовного суда, как раз в отношении российских военно-начальников, предыдущих, недействующих, о том, что они сознательно наносили удары и гражданским объектам, и по инфраструктуре, разрушая инфраструктуру. Да. А что там от эмности по этому поводу? Действующего тоже, например, Герасимов. Да, Герасимов, да. Эмности также изучала... Это не моя сфера компетенции, к сожалению, я здесь не могу подробно рассказывать, потому что я не очень разбираюсь, и сам не проводил эти расследования. Но, например, был, если помните, в первые месяцы войны, была совершенно чудовищная, трагическая ситуация в Мариуполе, когда был нанесён удар по драмтеатру, где пряталось большое количество мирных людей. И прям огромными буквами перед ним было написано «Дети». И тем не менее, вот эмности тогда ещё провела расследование этой ситуации. Опросили очевидцев, изучили там все планы, изучили массу фото, видеоматериалов. И пришли к однозначному выводу, что это не просто какой-то... Там же Россия выдвигала кучу версий тогда, что это внутри что-то взорвалось, что это какая-то диверсия, чтобы всех подставить. Что там никого не было. Что там никого не было и так далее. Было установлено достаточно однозначно, что это был не просто удар снаружи, что это были авиабомбы. Судя по всему, это было две бомбы, которые в короткой последовательности друг за другом туда упали. И пилот не мог не видеть, в частности, вот эту надпись «Дети». То есть он видел, но у него было, видимо, указание, и ему было всё равно, кто там внутри, он нажал на кнопку. Вот это типичный пример вот этого совершенно очевидного военного преступления, потому что целенаправленное убийство гражданских лиц – это военное преступление. К сожалению, война предполагает, что есть жертвы, и не всегда в ходе войны, если пострадал или даже погиб мирный человек, это не всегда однозначно означает преступление. Это может быть, к сожалению, вот такой побочный эффект, если можно так выразиться, войны, потому что, к примеру, если человек, какой-нибудь волонтёр приехал на передовую, помочь воду привезти, он гражданское лицо. Но в этот момент начался обстрел, обстреляли какой-то блиндаж, и он погиб. И он пострадал. Да, это не означает, что это было преступление, потому что те, кто вел обстрел, не могли знать и не могли различить, где там гражданский, где военный. Но вот подобные целенаправленные удары, однозначно, в ситуации, когда можно было выбрать другое оружие, или когда не было какой-то особой военной необходимости наносить удар по какому-то объекту, а это дело прежде всего для того, чтобы запугать население, для того, чтобы сломить волю гражданскому населению к сопротивлению, отключить свет. Это также запрещено международным гуманитарным правом, это также может быть уголовным преступлением, и я надеюсь, что рано или поздно Международный уголовный суд не только ордера выпишет, но и сможет соответствующих всех людей, привлечь к ответственности. Олег, я хочу перейти еще к оккупированным территориям и к ситуациям с правом человека там. Я как раз недавно смотрела видеосюжет о том, как украинцев в Мариуполе принуждают вступать в армию, мобилизуют принудительно в российскую армию. Что известно сейчас МНОСТИ, какая есть информация о том, что происходит в Крыму и что происходит в Мариуполе и других оккупированных территориях России? Опять же, у нас мало, к сожалению, информации о том, что происходит на оккупированных территориях, потому что там информационные блокады достаточно сильные, и проверить те сообщения, которые оттуда приходят, у нас возможности нет. Ну, кроме того, этим занимаются мои украинские коллеги и те, кто работает именно по военной тематике. В Крыму, который тоже в очи на моих коллег украинских, но тем не менее я отслеживаю ситуацию, в Крыму вот с 2014 года практически не прекращаются репрессии. Очень жесткие, гораздо более жесткие, чем даже на основной, вернее, на международно признанной территории России. И они, прежде всего, конечно, нацелены на крымских татар, они нацелены на тех украинцев, которые не отказываются от своего этнического и своей национальной принадлежности. И мы видим, что постоянно там новые уголовные дела или довешиваются старые уголовные дела новым людям. И десятки, судя по всему, даже более сотни человек крымских татар, например, только вот по делу Хизбут-Тахрир за последние годы было привлечено к ответственности, а сроки там дают огромные. При том, что никаких реальных преступлений чаще всего не вменяют людям. И вменяют просто участие в организации. То есть вы были знакомы с этими людьми. То есть якобы экстремистская организация. Она террористически признана в России, хотя она не совершала в своей истории ни одного теракта. И даже неизвестно, чтобы она что-либо подобное планировала. То есть, по сути, это как бы такая вот группа, клуб обсуждения Корана и политики. И людям вменяют то, что вот вы встречались, вы приходили на собрания, вы там какие-то, может быть, взносы на поддержку политзаключенных передавали. Вы участвовали в обсуждениях, значит, вы член этой организации, значит, вы террорист, значит, вы получаете сроки там до 20 и более лет дают. И плюс им еще зачастую довешивают покушение на свержение конституционного строя российского, которое тоже совершенно ничем не доказано. То есть, вот это массовые дела. Конечно, после полномасштабного вторжения больше стало и дел, связанных с диверсиями, с терактами, со шпионажем, с госизменой. Поскольку большинство жителей Крыма так или иначе получили российские паспорта, то у них уже не шпионаж, а госизмена, который сейчас до пожизненного тянет. И таких дел тоже очень много. Чаще всего эти дела еще и закрыты, поэтому никаких подробностей неизвестно, кроме того, что в лучшем случае становится известно имя человека. Есть практика, вот совсем недавно к нам обращались, человека просто задержали... Ну, эта практика, она, впрочем, и в России применяется тоже постепенно, постоянно. Человека задержали якобы за мелкое хулиганство, закрыли под административный арест, и тем временем ФСБ ходит и допрашивает человека, судя по всему, намереваясь вменить этому человеку терроризм либо госизмену. И в совершенно ровном месте, то есть просто обычный мирный житель. Судя по всему, из-за того, что родственник этого человека уехал в Европу, и там как-то немножко занимался какой-то благотворительной или какой-то там деятельностью по сбору пожертвований. Вот такие вещи происходят постоянно. Сейчас мы, конечно, рады, что некоторое количество людей, которые были арестованы и находились в заключении, было освобождено и выдано Украине. Ну, они, я так понимаю, официально это обменом не называют, но, судя по всему, фактически да. Это, конечно, большое облегчение для этих людей, но десятки людей по-прежнему находятся в заключении, это количество растет. Но, как я понимаю, это вообще впервые произошло такой обмен именно с гражданскими заключенными, потому что Россия никогда не признавала, что она готова в таком участвовать. Ну, Россия обменивала чаще всего с американцами кого-то. Да. То есть, когда, как правило, это речь о делах и шпионаже, о госизмене, вот тогда обмены происходили. Были отдельные случаи, естественно, там, Ходорковский известный, известная ситуация. Это какие-то известные политзаключенные, которые... Да, был Олег Сенцов. Но, да, вот с полномасштабного вторжения, насколько я понимаю, это первая подобная ситуация, при том, что количество украинских гражданских, которые содержатся в России, измеряется тысячами, судя по всему. Списков точных нет. Опять же, ни у кого Россия эту информацию не публикует. Их статус вообще неизвестен. Но она не признает их украинцами, как я понимаю. Нет, она признает их украинцами. То есть, это люди, которые, например, где-нибудь в Киевской области во время оккупации были задержаны. Иногда им объясняют основания их задержания, противодействия специальной военной операции. В чем оно могло заключаться? В чем угодно. То есть, это люди, захваченные на чужой территории? Люди, захваченные на чужой территории, вывезенные в Россию, и находящиеся в России без какого-либо правового статуса. Потому что нет такого закона в России о противодействии СВО. Это теоретически могло быть еще в момент оккупации. Ну да, там задерживают, чтобы понять, военный, невоенный, вдруг какой-нибудь шпион или наводчик. Вывозить их в Россию, тем более, когда эта оккупация уже на этих территориях закончилась, нет вообще никаких оснований. Тем не менее, они находятся там, они в СИЗО, как правило, или в колониях содержатся. Ни в чем их не обвиняют. Никаких судов над ними не проводят, чаще всего. Они просто сидят и просто ждут неизвестно чего. И в условиях, которые, конечно, очень тяжелые, и, увы, не все дождутся выхода оттуда. А известно, какое число их-то? Точных данных нет. Та цифра, которую я слышал, например, оценка составляла 7 тысяч человек. Олег, я хочу перейти на ситуацию внутри России. Ты говорил о том, что родственники стали тоже объектом, фактически, для репрессий. И это что-то новое, то, что произошло как раз в ходе войны против Украины. Какие еще ты бы обозначил тенденции, связанные с политическим преследованием внутри России? Ну, мы видим, что оно расширяется. Сначала были добавлены несколько статей, которые очень активно используются. Здесь скредитация, фейки о вооруженных силах. Они сейчас используются. В последние месяцы мы видим, что большой популярностью у правоохранительных органов стало снова пользоваться оправдание терроризма, поскольку под терроризм у нас можно подвести все, что угодно. Например, какой-нибудь удар вооруженных сил Украины по какому-нибудь объекту. Его очень легко российские власти объявляют терроризмом. Некоторые подразделения украинские тоже террористические. Азов тот же. А оправдание – это вообще непонятно что. То есть, да, это любое высказывание, которое не является осуждением. Его можно при должной словесной эквилибристике признать оправданием. И мы видим такие дела. В том числе, например, Алексей Горинов, который был первый человек, получивший срок за фейки о вооруженных силах, он теперь еще и у него скоро начнется суд за оправдание терроризма в разговоре с каким-то другим заключенным. И таких дел тоже очень много. Количество растет. Это не только про Украину, но Украина чаще всего всплывает в последние месяцы. Это касается даже тех, кто уже осужден, кто уже получил довольно большие сроки. Это тоже вот тенденция, которая очень пугает, потому что я боюсь, что... Мы посмотрим, конечно, я хотел бы ошибаться, но боюсь, что в ближайшие месяцы и ближайшие несколько лет мы увидим вал таких новых дел против тех, кто уже сидит. Потому что, ну, во-первых... А зачем это? Ну, отчасти это для галочки делается, для статистики. То есть в любой исправительной колонии есть оперативная часть, у нее есть свой начальник. У них всегда на особом учете люди, которые по террористическим статьям проходят. И ему будет хорошо, если он выявит там вот какие-то новые преступления, если этих людей... Среди тех, кто уже и так получил огромные сроки и сидит в довольно жестких условиях. Иногда, возможно, им кажется, что маловато дали. Семь лет, вот как Горинову, недостаточно. Давайте еще добавим. Хотя и семь лет человеку в его возрасте с его состоянием здоровья, это, ну, если не смертный приговор... И плюс еще постоянные ШИЗО и постоянные усложнения в плане именно режима внутри. Да. Это еще один момент. ШИЗО, изоляция в целом от родственников, от возможности позвонить даже, не говоря уже о встречах. У нас буквально на днях вышел доклад на эту тему о том, какими изощренными способами российские власти мешают людям, которые уже сидят, просто видеться со своими родными. Это вот такой дополнительный способ давления на заключенных. И это, конечно, тяжелейшее испытание для их родных, для жен, мужей, детей, родителей. А можно я уточню, Олег, это касается именно политзаключенных? Вот если ты политзаключенный, у тебя политическая статья, то есть та статья, которая используется как правило для политических репрессий, скорее всего, у тебя будет тяжелый режим и какие-то наказания внутри. Безусловно, это касается не только политзаключенных. Есть подобная практика и в отношении обычных общеуголовных преступлений и людей, у которых нет политических мотивов. И эта практика в чем-то переносится на политзаключенных, в чем-то наоборот. Бывает, что то, что началось с каких-то отдельных эксцессов, когда нужно было кого-то показательно наказать, потом переходит в такую общую практику. Но то, что мы разбирали, да, мы разбирали именно тех людей, которые сидят за свои антивоенные высказывания, и они, судя по всему, у силовиков вызывают особую ненависть. Ну, или, по крайней мере, у тех силовиков, которые принимают подобные решения. Может быть, там есть какие-то другие. И да, мы видим, что их зачастую либо в качестве давления, чтобы человек признал вину, или чтобы он помалкивал, или чтобы поменьше информации о его деле выходило куда-то, или в качестве наказания, или вообще непонятно зачем, но, видимо, просто вот как бы потому что можем. Они стараются изолировать людей, они закрывают их, например, в ШИЗО прямо накануне свидания. Человек в ШИЗО сидит, и никакие свидания ему не положены. Как это было у Ильи Яшина. Да, они вывозят человека из СИЗО в колонию за несколько часов до того, как у него должно было быть свидание, как у Олега Орлова это было. Они просто произвольно, когда человек особенно еще до суда сидит, и когда это решение принимает следователь, затем судья, они просто отказывают. Нет никаких оснований. Или они признают свидетелями родных этого человека, а свидетелям не положено общаться с подозреваемым или обвиняемым. И вот такими разными, довольно-таки примитивными, но работающими уловками они очень сильно осложняют жизнь, и очень, конечно, большое психологическое давление оказывают, повторюсь, как на самих заключенных, так и на их близких, которые даже с точки зрения российского государства ничего не совершили, кроме того, что они там оказались детьми или родителями кого-то. Олег, если сравнивать нынешнее состояние российского режима вот в этой сфере, да, преследования политических заключенных, с какой страной это можно сравнить, с каким режимом можно сравнить? Сравнивали ли с Ираном, например, с Белоруссией? Ну, сравнение всегда штука неблагодарная, потому что всегда очень много нюансов. Я не очень хорошо знаю про Иран, я получше знаю про Беларусь, и, конечно, большинство сравнений с Белоруссией, они показывают, что в Белоруссии всё ещё хуже. И мы видим, что, например, может быть, даже не столько хуже по каким-то срокам, которые дают, к примеру, сколько хуже по тому, с каким энтузиазмом белорусские силовики и с какой даже, не знаю, с каким-то садизмом, что ли, они мучают политзаключённых, мучают людей, которые оказались в тюрьме за то, что они там вышли на митинг или кого-то поддержали, написали какой-то комментарий против действий милиционеров белорусских. И там это просто даже такой креатив постоянный, там задача у них... Ну, в России, как я говорил, мне кажется, основной двигатель вот на низовом уровне – это статистика, это выслужиться перед начальством, это продемонстрировать свою лояльность, продемонстрировать свою готовность выполнять любые указания. В Беларуси такое ощущение, что многие просто реально получают от этого удовольствие. Я имею в виду там сотрудники Следственного комитета белорусского или милиции. И у них задача зачастую бывает сломать человека, сломить его, морально раздавить его. И это, конечно, очень тяжело читать про то, что там происходит. И, наверное, ещё тяжелее понимать, что в ближайшей перспективе я не вижу каких-то там положительных тенденций. И скорее я вижу, что эти практики, они уходят в Россию. То есть Россия перенимает белорусские практики и применяет их? Да, это уже не первое десятилетие происходит. То есть когда-то, я помню, что в России было немыслимо представить, что человека могут отправить под административный арест за участие в мирной акции. Это казалось чем-то вот с другой планеты или, по крайней мере, с Северной Кореей. В Беларуси это началось, через несколько лет это пришло в Россию. Издевательства, избиения протестующих уже там в отделах, такие массовые и организованные. Когда-то тоже подобной практики не было в России. В Беларуси она начиналась, потом она пришла в Россию, когда электрошокеры, когда дубинки, когда переполнены камеры Сахарова и так далее. И вот эти все вещи, они, видимо, перенимаются российскими силовиками. Может быть, они считают это хорошей практикой, эффективной. Может быть, они это просто как-то бездумно в рамках каких-то совместных, совместной работы перенимают, потому что они же очень плотно взаимодействуют. Вот, поэтому я бы сказал, что в России все время еще дно. Это еще не дно, и дна, мне кажется, нет. Олег, есть ли эффективные механизмы с точки зрения международного сообщества как-то воздействовать? Вот обсуждается вопрос, например, обмена политзаключенных, в том числе Владимира Кармурзе, у которого здоровье довольно слабое, и все про это знают, он пережил два отравления. Есть ли какие-то механизмы, я не знаю, у каких-то международных организаций, чтобы воздействовать на режим? Есть ли примеры такого воздействия, когда удавалось кого-то вытащить? Ну, серебряной пули не существует, конечно, или какого-то золотого ключика, который откроет все темницы, и все сразу выйдут на свободу. каждый раз это какой-то набор разных воздействий. Давление, с одной стороны, какие-то возможности для государства что-то выиграть от правильного поведения, с другой стороны, и самые разные механизмы задействуются. Но вот ты видишь какие-нибудь механизмы, чтобы воздействовать на Кремль? Ну, например, Кремль, особенно вот в последний где-то год, очень активно снова пытается себя на дипломатическом поприще проявлять. Пытается взаимодействовать со странами глобального юга. Пытается показывать себя такой серьезной державой, которую все должны уважать, причем не только бояться, но и как бы вот поддерживать, если сразу после полномасштабного вторжения Россия как-то... Все хорошо будет. Если сразу после полномасштабного вторжения Россия, как ты помнишь, вышла из Совета Европы, из... Но сейчас она выходит из-за БСЕ. Из Совета по правам человека. Да, ну, тем не менее, мы видим, что вот в Совете по правам человека ООН, к примеру, там была такая же ситуация, как в Совете Европы, а Россию решили ее членство приостановить, она в знак протеста или из какой-то обиды, или из какого-то вот такого желания проявить себя, она вышла из его состава. Прошел год, и Россия попросилась обратно. Вернее, не попросилась, а баллотировалась вот на вакантные два места, которые там возникли. Она проиграла, впрочем, это голосование. Заняла почетное третье место из трех кандидатов. Но, тем не менее, мы видим, что она очень активно старается в кулуарах общаться. Она старается во всех, на всех выступлениях свой голос заявлять, даже когда она не выступает сама. Ну, к примеру, по вопросам о правах человека в России. Вот Россия почему-то сразу теряет интерес к обсуждению, но все ее союзники вот явно по какой-то одной методичке выступают. Я это наблюдал, это довольно забавное зрелище, но это говорит о том, что Кремль не махнул рукой на международное сообщество и не сказал, что идите все к черту, мы здесь автарки, у нас тут все закупорено. Да, мы сами все будем делать. Нет, нет, им очень важно, что о них думают в мире, по-прежнему важно, как-то не парадоксально, даже, может быть, для меня удивительно. Им по-прежнему важно, чтобы они могли с позиции какого-то морального авторитета что-то заявлять. Это может казаться абсурдным, но, тем не менее, они пытаются это делать, и поэтому, когда им задают неудобные вопросы, когда им напоминают про те ситуации, где им нечего ответить, это очень сильно путает их карты, и, конечно, это оказывает на них давление. Достаточно ли это давление для того, чтобы они полностью поменяли свою политику? Ну, на данный момент нет. Достаточно ли это давление для того, чтобы они учитывали это каждый раз, когда они решают поступить нам так или иначе, принять нам какой-нибудь новый безумный закон или подождать. Отпустить политзаключенному Карамурзу. Отпустить кого-то или не отпускать, или новых набрать. Они это учитывают. Вот, как я сказал, нет какого-то секретного кода. Набрал этот код... Кому позвонить. Ну, может быть, да. Есть человек, которому можно позвонить, который принимает эти решения, но, очевидно, нет ни у кого вот такого правильного аргумента, который бы этого человека... А кто принимает решения по политзаключенному? Что с ними делать? Ну, это зависит от уровня. По Карамурзе, я думаю, что решения принимаются на самом верху в Кремле. По обычным людям, которых... По Горинову, ну, наверное, тоже. У меня нет оттуда какой-то инсайдерской информации, но просто судя по тому, на каком уровне организуются и какого масштаба организуются мероприятия по тем или иным людям, можно судить о том, что вот здесь явно не обошлось без звонка из Кремля. А во многих случаях, судя по всему, ну, нет какого-то специального интереса, если просто вот человек попал под этот маховик, ну, потому что местному сотруднику Центра Э или ФСБ нужно было в этом месяце кого-нибудь раскрыть, какого-нибудь изменника или какого-нибудь оправдателя терроризма. Человек отправляется в суд, суд тоже что-нибудь... Автоматически. Да, они автоматически человека осуждают, потому что у нас по терроризму не бывает вообще оправданий, ноль в истории. И всё, человек потом отправляется в колонию, начальнику колонии, ну, тоже больше всех не нужно, но если получится, дело против него состряпать хорошо, не получится, ну и ладно. То есть в этих ситуациях, может быть, людям немножко легче оказывается, когда нет какого-то, какой-то структуры, которая за ними следит постоянно и... Но, с другой стороны, это непредсказуемая такая произвольная практика всего. Да, но она в России в целом непредсказуема. У нас совершенно невозможно определить. Ну, нет, есть, конечно, очевидные вещи, за что тебя посадят, но нет какой-то грани, что вот до этого ты можешь сделать, и тебе ничего не будет, а потом тебе будет. Сколько вот каждый месяц какие-то новые истории появляются, которые одна безумнее предыдущей. Да, ну вот недавнее дело про 15-летнего подростка, которому дали 5 лет за раскладывание листовок. Ну, потому что вот тоже... Я тоже не думаю, что это дело где-то там в Кремле придумали. Это тоже где-то на местном уровне у кого-то родился креатив. А давайте мы ещё сюда что-нибудь добавим, какую-нибудь статью посерьёзнее. Давайте мы сейчас раскрутим подросток, вывести его на нужные нам слова, труда не составит, потом запишем ещё как надо, и всё. Олег, у меня ещё один вопрос про ещё один аспект репрессий. Не знаю, к чему это отнести, это не политрепрессия. Речь идёт о последствиях терактов в России в марте, Крокус-Сити-Холл, и сейчас Дагестан. И то, и другое, кажется, мартовские в большей степени сейчас, то, что произошло в Дагестане, тоже, похоже, связанные с исламистскими группировками. И после мартовского теракта было довольно сильное движение против мигрантов трудовых и закрытие границ. Сейчас ожидается ли что-то после теракта в Дагестане такого же типа? В отношении кого? Ну, это, наверное, нужно спрашивать у силовиков. Как я сказал, у меня инсайдов там нет. Но мы видим, да, примерно одинаковые вот такие на уровне рефлексов, мне кажется, действия. Теракт. Давайте-ка проведём рейды по мигрантам. Сначала объявим Украину виновной, а потом приведём. А потом вышлем всех, кто из Центральной Азии к нам приехал. Легально, нелегально, это уже не так важно. Давайте резко там всех, кто у нас есть где-то в каких-то списках потенциальных террористов, давайте мы их всех сейчас закроем. А эти списки же составляются как? Ну, там на уровне, что человек посещает мечеть, в которую также ходил какой-нибудь там... Или спортивный клуб, как мы знаем. Да, или спортивный клуб. Поэтому, конечно, это всё тоже делается на уровне силовиков, это делается для галочки. Для них это не жизни реальных людей, которые они ломают, а это... Ну, вот нам пришло задание сверху, что мы должны сейчас выявить все террористические ячейки. Кто у нас тут первый в списке по алфавиту? Ну, давайте за ним и поедем. А на уровне людей, конечно, каждая такая история, это трагедия. И всё это на фоне того, что с огромными полномочиями спецслужбы, которые могут делать всё, что угодно без какого-либо общественного контроля, там прослушивать, собирать любую информацию. Как мы знаем, они там любые дела фабрикуют просто на раз-два. Они людей могут закрыть под административный арест, ну, просто вообще-то им ничего не стоит. Никакого контроля нет. При этом теракты происходят один за другим. При этом статистика по раскрытию преступлений террористической направленности, так называемых, у нас растёт стабильно каждый год на протяжении уже 10 лет. не было ни одного года, чтобы она падала. То есть, как бы по бумагам у них всё прекрасно. Они каждый год больше предыдущего, больше предыдущего, больше предыдущего. Всё больше и больше террористов ловят. Это почему-то не заканчивается, а только усиливаются. И ловят они, как правило, ну, вот как мы говорили, да. Кто-то оставил комментарий в Фейсбуке, кто-то встречался с какими-то своими соратниками, обсуждал Коран, никаких терактов не планировал, но очень удобно, тем не менее, людям террористическую статью припаять. То есть, по бумагам всё отлично, а террористы чувствуют себя тоже прекрасно.